МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире на Ультского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Аляфаред Валяхметов. Здравствуйте! Очередное оперативное совещание в администрации района состоялось в понедельник, 11 ноября. Вопросы обсуждались, на первый взгляд, малосовместимые, но именно от их грамотного решения зависит благоприятный имидж города. Управляющая делами администрации городского поселения Альфира Гельмьярова подвела итоги городского конкурса «Лучший цветник-2019». Всего для участия в конкурсе было подано 36 заявок. Среди предприятий не первый раз лучшим признали цветник электрических сетей. На втором месте – водоканал, на третьем – Янаульский филиал «Вашкоммунэнерго». Среди учреждений список лидеров возглавил психоневрологический интернат. Им немного уступили цветоводы из центральной районной библиотеки и замкнула тройку центральная районная больница. Среди образовательных учреждений города лучшими признали цветник лицея, школы имени Радика Гореева и первой школы. Список победителей среди дошкольных учреждений выглядит так. «Чебурашка» – детский сад номер 10, «Дельфин» – это 15-й детсад и «Дюймовочка» – детский сад номер 14. В конкурсе принимали участие и представители малого бизнеса. Лучше всех свой участок оформил индивидуальный предприниматель Сидоренко. Затем идет цветник возле клиники «Мастер Дент Плюс» и на третьем месте индивидуальный предприниматель «Телесницкая». Завершили список победителей конкурса – жители частного сектора. Садрисламова из микрорайона Истяк, Проскуриковы с улицы Октябрьской и Мулахметовы из северной части города. Конкурс на лучший цветник проводится в Янауле более 15 лет. И здесь нельзя не отметить еще один коллектив, стараниями которого наш город всегда выглядит цветущим. Это Янау-бладеустройство. Затем заместитель главы администрации по социальным вопросам Гаухар Мендиарова доложила о подготовке к празднованию нового 2020 года. Организацией досуга населения занятости детей и молодежи в новогодние каникулы займутся все социокультурные учреждения района, которые предложат широкий спектр мероприятий. Новшеством этого года станет эстафета новогодних огней, старт которой даст торжественное зажжение елки на Янаульской елочной площади, от которой Деда Мороза доставит новогодние настроения во все сельские поселения района. Это будет своеобразным слетом Дедов Морозов. В период с 23 декабря по 13 января во всех социокультурных учреждениях города пройдут праздничные новогодние представления, дискотеки и детские утренники с играми, конкурсами, призами. В сельских клубах и домах культуры пройдут праздничные мероприятия для населения, балмаскарада, театрализованные представления для детей и взрослых, новогодние утренники, вечера отдыха, игровые программы, будут организованы пострадания Деда Мороза и Снегурочки на дому, тематические новогодние дискотеки, спортивные и игровые, основательные программы, народные гуляния. На территориях клубных учреждений будут построены снежные городки, организованы игры и соревнования на свежем воздухе для детей. Не останутся в стороне и сельские библиотеки, которые организуют посиделки, новогодние викторины, творческие гостины и другие мероприятия. Сводный график мероприятий уже составлен. Наиболее значимыми мероприятиями станут 23 декабря утренник для детей с ограниченными возможностями, 24 декабря для детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 25 декабря – елка главы администрации. Далее, значит, 26 и 27 декабря для детей, состоящихся на профилактическом учете и оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Межпоселенческим культурно-досуговым центром Дворцу молодежи еще открыт прием заявок от предприятий и учреждений на оказание помощи и содействия в проведении новогодних огоньков, полмаскарадов, утренников. Просим обращаться в дирекцию учреждения. Садокладчиком выступил глава администрации городского поселения Фердовес Миндияров. Вел совещание и подвел его итоги глава администрации района Ильшат Базигатов. Программа поддержки местных инициатив стартовала в Республике Башкортостан 5 лет назад. Программа предусматривает выделение на конкурсной основе субсидий из республиканского бюджета на реализацию проектов, наиболее важных для территорий, направленных на его благоустройство. С 13 ноября в районе начались итоговые собрания граждан, где определяются наиболее приоритетные вопросы, решению которых возможно благодаря участию в данной программе. Первыми собрание провели в деревне Ирдуган Первомайского сельсовета. Был выбран проект ремонта дорожного полотна. Муниципальный этап конкурса «Трезвое село» продолжается. Принять в нем изъявили желание все 18 сельских поселений нашего района. Одним из таких сел является Старый Варяж, где и прошло очередное мероприятие. В этот раз жители села вместе со школьниками собрались в школе. Почетными гостями мероприятия стали заместитель глава администрации района по социальным вопросам Гаухар Миндиарова, заместитель председателя культурного центра Удмуртов Станислав Набиуллин. Гаухар Миндиарова ознакомила сельчан с требованиями конкурса, рассказала, какими баллами будут оцениваться мероприятия, проводимые в данной местности. Помимо мероприятий, нужно вести просветительскую работу с населением, направленную на прекращение и отказ законной продажи спиртных напитков хотя бы во время конкурса. Также будет оцениваться информационное сопровождение, публичная активность, распространение информации в средствах массовой информации и социальных сетях. И, конечно, к переговору муниципального этапа, мы отправляем победителя и направляем течет документов на республику. В республике это будет представлять, ну, может быть, один или два. Будем отселить те села, которые уже, ну, по каким-либо причинам набрали меньше баллов. Ну, вот такой конкурс интересный. Я желаю вам удачи во всех этих критериях, пожалуйста, учитывайте и старайтесь побеждать. Мы за вас будем гореть, как в прошлом году. Весь район за вас звонят. У вас большой огромный опыт, поэтому вообще нет сомнений. О том, какие мероприятия проводятся в Старо-Варяжском сельском поселении, рассказала глава администрации поселения Эльза Минликузина. Ознакомила также односельчан с целями и задачами проекта. Я думаю, по всем критериям мы подготовлены. Будем бороться, хотя и соперники очень такие сильные. Ну, думаем, в какую-нибудь номинацию все равно попасть, охота бы попасть, показать свою работу. Ну, работа, она повседневно ведется по этой теме. Проводим сходы. Все равно на любые темы разговариваем, беседуем, все равно эта тема всегда затронута. И у нас нет таких семей, чтобы они были лишены родительских прав, и нарушителей правопорядка нет. Я думаю, это у нас благополучное поселение такое, ну, не дай Боже, чтобы я сглазила. Все равно надо народ сплочить какое-нибудь мероприятие. У нас последнее мероприятие было такое задорное. 2 ноября мы провели, и снег пошел, такой ветер сильный был. Ну, такая игра, такая, такое оживленное мероприятие было. Там и старые, и молодые, и падали, и смеялись по всему. Так интересно было, и всем понравилось. Ну, вот они так дружно, вот надо было провести вот все такие мероприятия на таком уровне, чтобы, говорит, народ был сплоченный и видел свои труды как-то. При участии в конкурсе «Трезвое село» будет учитываться не только праздники, но и различные обращения лидеров, активистов в социальных сетях, демографические показатели, также численность трудоустроенных граждан. К этому конкурсу школьный коллектив тоже относится серьезно. Очень часто проводятся встречи, агитбригады, игры. Ежегодно в сентябре месяце как по району, так и у нас проводится День здоровья, где участвуют все наши дети, участвуют даже учителя. Это все у нас происходит в спортивной площадке. Дальше у нас проходят классные часы по трезвому образу жизни, в виде трезвого образа жизни, в виде здорового образа жизни. Если вот так сказать, что на самом деле вот сельское поселение и колхоз у нас проводят очень много мероприятий, посвященных именно ведению здорового образа жизни. В Новый год у нас перед Новым проходит общее соревнование по волейболу, где участвует вся молодежь. Участвуем являются работники парка, специалисты, учителя, учащиеся. Вот это все мероприятие у нас спонсирует колхоз. Шахматные турниры проходят. Сейчас у нас внеурочные мероприятия начались. Именно шахматы включили, вот по ним тоже шахматы проходят. И большое такое спортивное мероприятие проходит, приверченный к Масленице, где тоже вот эти народные игры, спортивные игры, где тоже участвует практически все население, участвуют в том числе и наши дети. Деловая игра «Сток одному» тоже была посвящена на тему трезвости и здорового образа жизни. Показали игру вместе с учителем русского языка ученики седьмых и восьмых классов. В процессе игры каждый из игроков рассказал, что для него значит здоровый образ жизни. Один из критериев оценки развития современного общества – это учет интересов слабых социальных групп. В нашем районе проводятся различные мероприятия для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Круглый стол на тему «Актуальные проблемы семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии» прошел в актовом зале гимназии имени Муксинова 13 ноября. На встречу были приглашены родители детей с особенностями в развитии, представители администрации района и города, руководители и специалисты учреждений социальной сферы, сотрудники управления образования. Перед участниками «Круглого стола» выступила исполняющая обязанности заведующего детским поликлиническим отделением Леона Суварова. О функционировании реабилитационного центра и тех услугах, что оказываются в нем, рассказала заведующая отделением реабилитации в Янаульском районе Гузелья Вазигатова. Она отметила, что с каждым годом растет число детей, обращающихся для лечения. Обслуживаем мы детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья от рождения до 18 лет. Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, которые состоят на диспансерном учете у кого-то из специалистов и через врачебную комиссию направляются на реабилитацию в отделении реабилитации. В течение года мы организуем 19 курсов реабилитации по 16 детей и можем принимать за заезд. Если проанализировать структуру прошедших реабилитаций у детей по нозологическим формам за 9 месяцев 2019 года, то очень даже отчетливо видно, что наибольший процент приходится на детей с психическими расстройствами и расстройственным поведением. Об обеспечении детей инвалидов техническими средствами реабилитации и путевками на санаторно-курортное лечение рассказала главный специалист Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан Асума Худдинова. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации носит заявительный характер. Основанием для обращения служит наличие индивидуальной программы инвалидов. ИПР. ИПР выдается при установлении инвалидности учреждениями медико-социальной экспертизы, где прописывается каждому инвалиду в перечере протезно-технических изделий или технических средств. Для получения ТСФ вы можете обратиться в мега-национальные центры через ПАТА по сосуду или филиалы Фонда социального страхования по месту прописки. Она ответила на вопросы, возникшие у участников встречи. Об инклюзивном образовании как современной модели обучения детей с ограниченными возможностями здоровья рассказала начальник управления образования Эльвира Шаихова. Всего 153 ребенка с ограниченными возможностями здоровья посещают школы, 25 детей инвалидов и садики посещают 19 детей инвалидов. 9 детей школьников обучаются на дому по состоянию здоровья. Всего 5 школ в нашем районе по государственной программе «Доступная среда» приведены в соответствии с данной программой с требованиями. Это средняя школа номер 4, Байгузина, Кармановская средняя школа, Ямодинская средняя школа и детский сад номер 15. В наших детских садах действуют логопедические группы в 6, в 7, в 9 и в 15. В этих садах, кроме того еще в детском саду номер 10, есть ставки учителей логопедов. Наши учителя логопеды также работают, принимают детей из расчета 4 часа в день. Это их рабочий день составляет. Помимо этого, в детских садах для детей инвалидов отсутствует родительская плата. Это осуществляется по постановлению администрации муниципального района и Новыйский район. А также дети с ограниченными возможностями здоровья тоже освобождены от родительской платы в детских садах. Родители сообщили о тех сложностях, которые возникают у детей в процессе обучения в образовательных учреждениях. Обсудили возможные пути их решения. Перед родителями выступил глава администрации района Ильшат Вазегатов. Мой самый главный призыв, вам не надо, самим родителям прежде всего и детям, не надо скукоживаться, уходить там в себя и не надо скрывать. И, ну, раз так случилась судьба, вам, ну, преподнесла такое испытание. И, ну, приходится решать это испытание. И максимально наша задача социализировать детей, чтобы, и, конечно же, вы это все понимаете, в дальнейшем, чтобы они сами себя обслуживали, получали удовольствие от тех занятий, чем они могут в дальнейшем заниматься. И я вот считаю достижением нашей команды, нашей администрации в данном направлении, мы еще не говорили, может предусмотрено еще, буквально в ближайший, ну, в период месяца, надеюсь, до декабря мы сдадим коррекционную школу. Это уникальный проект, который позволяет в том числе детям с ограниченными возможностями обучаться в современнейшей школе, где все будет адаптировано, в том числе и по маломобильным, в том числе и, наверное, по тактильным, слабовидящим детям тоже эти условия будут созданы. И я вот уверен, что создав такую хорошую школу на территории нашего района, куда, конечно, будут дети приходить из других районов. Он высказал возможные пути решения вопросов, которые озвучили родители. Часть из них связаны с состоянием дорог, передвигаться по которым особенно сложно для детей-инвалидов. Администрация муниципального района Яновольский район уделяет особое внимание проблемам семьи, воспитывающим детей с особенностями в развитии. Этому доказательству сегодняшний проведенный круглый стол. Этот формат нам и был выбран. Это формат вопросов и ответов. Я думаю, состоялся такой обстоятельный разговор. Наши родители получили ответы на многие волнующие их вопросы. На сегодняшний день мы занимаемся разработкой одного интересного крупного социального проекта. Этот проект называется «Праздник семьи в мире волшебства». На этот праздник мы пригласим и мам, и пап, и детей. Планируем в ближайшее время, после реконструкции Дворца молодежи, провести это мероприятие именно на базе Дворца молодежи. В общем-то мы хотим разнообразить формы и приемы, методы работы с такими семьями. Поэтому мы будем придумывать различные формы общения. В ходе встречи специалисты ответили на разнообразный круг вопросов родителей, актуальные для семей темы, связанные со всеми сферами жизни, среди которых оказание медицинских и государственных услуг, культурная и спортивная жизнь. Гульнара Ситти, КВС Хабибуллин, служба новостей Янаульского телевидения. Международный день логопеда отмечается в России 14 ноября. С каждым годом растет число детей с нарушениями речи, устной и письменной грамматики. Поэтому многие родители стараются обратиться к специалистам в этой области как можно раньше. За несколько занятий с логопедом у маленького Мурата уже появился прогресс произношений звука «Л». В этом ему помогает логопед реабилитационного центра «Любовь Акулова». С каждым учеником она занимается отдельно. В работе она использует специальные книги, скороговорки, языковые упражнения. За все время своей работы она помогла многим янаульцам исправить произношение проблемных звуков. Мы уже ходим, так скажем, второй раз. В прошлом году ходили, в этом году каждый курс – это 10 дней. Многие родители также считают, что это пройдет со временем, но я думаю, что необходимо все равно обращаться к профессионалам. Именно за последние 10 дней, которые мы уходим, уже и ребенок начал лучше говорить слова, а также уже начал быть более общительным. Она помогает родителям, то есть методическими рекомендациями, инструкциями, то есть после того, как проходит курс лечения, родители могут сами продолжить уже по тем рекомендациям, которые дает педагог, мы можем дальше развивать у ребенка речь. В основном, «Любовь Акулова» работает с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Чтобы проще было вовлечь детей в занятия, она проводит их в игровой форме. Каждому ребенку она находит индивидуальный подход в зависимости от возраста и проблем с речью. Если, например, дошкольного возраста брать, то начиная с 4-5 лет, уже более такая получается продуктивная, коррекционная работа, уже детки сами стараются, они хотят заниматься, хотят исправить свои звуки. И если мы им говорим, например, мы начинаем тренировать наш язычок, делаем артикуляционную гимнастику, то они активно могут повторять. Если младше 3 лет, то там идет больше подготовительная только работа. Мы развиваем пальчики, мелкую моторику, мы поем песенки какие-то простые детские, чтобы дети улавливали ритм, темп, могли услышать. Но более продуктивная работа – это идет старший дошкольный возраст. Еще бывает такое, что бывает нарушен фонематический слух. То есть ребенок не слышит, какие звуки он произносит. И если он не научит это различать, то потом это переходит в письменную речь. То есть как слышим, так и пишем потом. И вот получается, что из дошкольного детства переходит в начальную школу эти ошибки. Пишутся неграмотные диктанты. Легче всего заниматься коррекцией звукопроизношения и коррекцией вообще речи – это в дошкольном возрасте. Потому что еще не закрепились стереотипы речевые. То есть ребенка легко перенастроить на другое произношение, например. Чем старше, тем сложнее. Ребенок может понимать, что он говорит неправильно, что надо вот здесь в кабинете у логопеда он может сказать правильно звуки. Но выйдя на улицу, встретив своего друга, он может разговаривать по-прежнему. То есть все эти нарушения как бы могут сохраниться. А чем младше, тем быстрее они и в кабинете учатся правильно говорить, дома закрепляют с родителями. И уже потом везде так правильно начинают разговаривать. Есть такое выражение – ум ребенка находится на кончиках его пальцев. То есть мелкую моторику нужно развивать больше с малых лет. Тогда дети будут разговаривать лучше. С этой фразой, пожалуйста, согласятся все логопеды. Зульфия Исупова, Нил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. Снова музыка и громкие аплодисменты звучали в зале школы искусств вечером 12 ноября. А в этот раз на сцене выступали невоспитанники музыкальной школы. Шесть семей приняли участие в районном конкурсе «Молодая семья». Каждая команда подготовила на соцжюри свою шижере, где рассказывалось об истоках данной семьи. Также участниками конкурса была подготовлена интересная выставка кулинарных талантов. На сцене семьи постарались рассказать свою историю интересно и красочно. Семье Бикузиных в этом помогли воспитателю маленького Степы. С театром Тиме они показали, как мы познакомились, как зародилась наша семья, как образовалась. Вот это самое начало образования семьи и дальше уже пошло раскрытие. Это все их идея. Очень хорошие у нас воспитатели. У нас младший сын ходит в восьмой садик. Скорее всего, вместе принимали решение участвовать в этом конкурсе. А так как мы защищаем честь восьмого садика «Гвозички», то воспитатели нам помогали. Тимешины подошли к этому заданию с юмором и в маленькой сценке смогли показать, насколько они дружные и сплоченные. Каждую семью поддержали болельщики, сотрудники и друзья. И с костюмами, и с постановкой танцев, и вот обряд показывали. Это все ваши мои коллеги помогли. Спасибо им большое. Супруг, конечно же, поддержал. Большое ему спасибо. Детям моим. Самое сложное, наверное, было, во-первых, говорить моего мужа, выступить в конкурсе. Но мы с этим справились, я думаю. Выступали мы все четверо. Вроде и не артисты, потому что подготовиться надо было. Дети, они хорошо отнеслись. У меня сын какой-то артистичный мальчик, ему вот энергию некуда девать. Он соглашается очень быстро, все это делает. Ему нравится выступать очень. В жизни главная семья. С этой песней Ахмедхановы попытались донести главную мысль до каждого зрителя. При подготовке к данному конкурсу узнали очень много интересного, признаются Токмаковы. Дерево вместе сами делали, узнавали родственников, хоть узнали, да, в каком году родился, чем занимались. Очень поддержка хорошая, жюри тоже подходило, узнавали и шажерея наше, спрашивали, интересовались. Семья Сайфулиных тоже подошла к этому конкурсу творчески. Они показали свое первое свидание. В детском конкурсе «Я будущая звезда» маленькие члены семьи показали свои таланты. Братья Сайфулины показали актерские данные, Илья Ахмедханов рассказал стихотворение, а Юстина и Всеволод Тимершины подготовили танец. Было не тяжело, за 4-3 дня выучили. Учили танец Инна Графодина из 10-го садика, в 10-й садик мой братик ходит. Мы там учили, учили и наконец-то выучили. На сцене страшно было немного. На третьем этапе конкурса семьи должны были показать национальный обряд. Здесь учитывалась зрелищность и оригинальность выступления. Зрители смогли посмотреть русские, татарские, марийские обряды, также несколько удмуртских обычаев. Игры на лугу показала семья Ахмедхановых. Принятие чести в конкурсе глава семейства обдумывал долго. Он сначала думал, думал, но он положение еще не видел. Когда я ему отправила по WhatsApp положение, ему времени не было прочитать. Потом я домой пришла, но он согласился сразу. Я потом у него спрашиваю, ты, говорю, уже прочел положение? Узнал, что там, какие конкурсы, какие требования? Нет, так ты, говорю, почитай. Он как узнал, он говорит, а мы, говорит, сумеем? Вот с таким лицом, я говорю, ну, раз, говорю, мы подписали, значит, говорю, мы сумеем. Моя семья в таком конкурсе участвует первый раз. Первый раз участвует. И, в принципе, вообще сама подготовка, конечно, была кропотливая, трудная, потому что и узнали мы за неделю назад, неделю назад только узнали. Но помог мне очень, этот коллектив хорошо помог. Вот поддержали и с номерами, и с Шежере тоже, и с уголком все помогли, вот, коллектив. И родственники тоже помогли, и поддержали тоже. Поддержал коллектив мой с деревни, с родной деревни, вот, муртский коллектив. По итогам конкурса Шежере член жюри, председатель исполкома Башкирия-Наульского района Рафаэл Яхин поздравил команды и вручил каждой памятные сувениры. Членом жюри данного конкурса «Молодая семья» я являюсь впервые. И что бросается в глаза, это организованность семей, взаимоотношения между членами семьи, да, вот, супругами, насколько все-таки дружные, крепкие у них семьи, а дети очень артистичные, энергичные. Вот то, что действительно участвуют мужчины, это же говорит о сплоченности семьи. И то, что мужчины пришли участвовать в этом конкурсе, это здорово. По итогам всего конкурса в Оронцовых жюри назвало самой дружной семьей. Так Макову были удостоены звания «Самая творческая семья». Самой спортивной жюри признала семью Микузиных. Третье место было присуждено семье Тимиршиных. Второе место завоевала семья Сайфулиных. Первое место жюри присудила семья Ахмедхановых. Группа поддержки семи победителя жюри тоже наградила специальным призом. Помнить о своих предках. Историю своего рода всегда было важной частью традиции каждого народа. И сейчас популярность праздника родословный не ослабевает. Историю своих предков янаульцы узнают с самого раннего возраста. Праздник Шежере провели сотрудники и воспитанники детского сада «Колокольчик» 13 ноября. Началом утренника стало музыкальное выступление ребят подготовительной группы. Для гостей праздника дети подготовили стихотворение о родном крае. Каждый старался рассказать выученный отрывок красиво и выразительно. К празднику ребята готовились заранее. Вместе с родителями изучали Шежере своего рода, историю своей семьи. Рассказали краткую историю о своих близких, показав не только свое древо, но и традиции своего народа. Зрители с интересом слушали выступающих. Думаю, я училась стих, чтобы на Шежере выступать. Нравится башкирский костюм, на мне красивая жилетка. Мне с таких праздников нравится участвовать. Свои знания и таланты продемонстрировали не только дети, но и их родители. За время праздника на сцене прозвучали и удмуртские песни, и показаны башкирские танцы. На празднике дети знакомятся с национальными костюмами, играми и национальными блюдами. И хочется отметить, что на таких праздниках, на таких мероприятиях мы формируем ответственность за память наших предков. И даем возможность для нравственного потенциала развития наших детей. Буквально вчера у нас прошел конкурс Шежере дошкольника на лучшее составление плаката со своим деревом, родословным. И в каждой подготовительной группе, и в старших возрастных группах во всех проводились тематические занятия, беседы, игры по данному направлению. Дети дошкольного возраста наши очень активно принимают в мероприятиях данного направления. Им очень нравится национальный костюм, переодеваться, исполнять песни на татарском языке, на русском и на других языках. Пословицы о родном крае, загадки для родителей, стихотворения и песни. Программа праздника была насыщенной и интересной для всех участников. Но самое главное, каждый из этих ребят узнал еще больше о своих родных, об истории и традициях своей семьи и народа. Завтра в нашем вечернем эфире смотрите большой репортаж с презентацией Янаульского района на фестивале-марафоне «Страницы истории Республики Башкортостан», который прошел в Уфе 31 октября. Таковы новости к этому часу. Далее эфир продолжат мои коллеги. Я с вами прощаюсь. До новых встреч.